Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Мы не осуждаем И мы не против попсы, шансона Поющие трусы Мы не против них Но мы за хорошую музыку За интеллектуальную музыку За ту музыку, которая сегодня будет звучать В стенах этого зала Передаю Слово моему коллеге Который дальше представит и расскажет О сегодняшнем мероприятии более подробно Добрый вечер, дамы и господа Меня зовут Алекс Ростовский И я продюсирую проект Который называется Я помню Джузавину Три года назад Я начал работать над этим проектом Потому что всю жизнь я играл на электрическом басе И никогда не притрагивался ни к клавишам, ни к рояму Но только когда-то очень давно Когда учился в музыкальной школе Я для этого проекта сначала искал Человека, который мог бы заменить Для моей музыки Джузавину По всему миру Я ездил, я встречался с людьми Я, конечно, смотрел интернет Но я никого не нашел И в какой-то момент я решил это сделать сам То есть я начал просто с нуля Я начал изучать те инструменты, которые я хотел купить Я покупал, я ездил в Лондон Я летал в Париж, еще куда-то Я купил себе целый сет инструментов Потом, которые я изучал И потом собрал в один как бы инструмент То есть у меня семь синтезаторов К сожалению, сегодня я сюда их не привез Но они будут на концерт И вот этот проект так двигался и двигался Я начал его пробовать с русскими музыкантами И потом в какой-то момент тоже понял Что в этой музыке должны участвовать обязательно артефакты То есть люди, которые жили многие годы с Джузавиной Я нашел их в интернете Это выдающаяся в мире Одна из самых лучших ритм-секций для этой музыки Для World Music Для Fusion Это вот те люди, которые сейчас выйдут на сцену И я написал им письмо Я нашел их в интернете Все очень просто Мне никто не помогал И они ответили мне через 10 минут Посмотрев мой сайт Но у меня были, конечно, замечательные помощники В лице фестиваля, дирекции фестиваля в Архангельск И мы сделали этот проект Мы, они приехали Мы сделали одну репетицию Мы сыграли один концерт Мы записали пластинку сразу Ну, с концерта Вот, потом я сказал себе Что я больше не могу играть Потому что я хочу играть только студентку Я полгода ждал, пока они приедут Еще писал музыку Писал, занимался Слушал Еще тоже летал со синтезаторами Куда-то, чего-то делая В результате всего Сегодня На сцену поднимутся два великих музыканта Которые будут участвовать в проекте Я помню Джузавину Наш концерт состоится послезавтра, в среду В клубе B2 В 8 часов Здесь, вот у Арайка Организатора нашего сегодняшнего мастер-класса Есть даже 15 билетов Там еще билетов полно Вот, кто хочет, тот может это сделать Нам помогает очень сильно компания Artbeat Потому что без них я бы не мог этот проект осуществить Итак, чтобы просто много не говорить Не занимать ваше внимание На сцену выходят два фантастических музыканта Которые провели часть своей жизни Рядом с великим лидером Джузавину Паку Сири Паку Сири Паку Сири Лин Лимар Мы построим мастер-класс таким образом Что в России уже было много мастер-классов Но никогда это не было ритм-секция вместе Потому что каждый может показать, что он может И как он учит своих учеников Барабайщики, басисты Так вот мы разделили То есть часть немножко в мастер-классе будет Сначала озвучена, скажем, басом Потом Паку сыграет свою часть И что-то расскажет Вы можете после каких-то моментов Здесь, значит, будут помощники Давать микрофон, чтобы вы задавали вопросы Пожалуйста, попробуйте формулировать точно И профессионально Потому что люди очень высокого класса И они ждут от вас серьезный вопрос Не просто А как вы научились играть И почему вы так держите палки Там или еще что-то Очень интересно Потому что позавчера Вот здесь много барабанщиков, наверное Мы ужинали с великим и моим тоже партнером Беликобом Потому что у него здесь был в России тур И вдруг мы встретились Мы все время созваниваемся с ним Пошли ужинать Я пригласил ребят И мы вместе И Пака сказал Ой, какой-то чудесный вечер Потому что я последний раз видел мистера Кобома В 95-м году, когда мы в Лазани играли Большой фестиваль в разных ансамбле И более того Восемь лет впервые услышав его Он приобрел установку Постановку рук Как у Билли Потому что он играет Ну вы увидите сами И к тому же я должен сказать Что я вчера договорился с Билли О мастер-классе Который должен быть в мае Вот все АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. 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 Вопросы к арсисту задавайте сейчас. Мы ждем вопросы из зала. Ди-ля, ди-ля, кэй, со-суар, он не павелик по-контре на технике. Мы сон фуы, на технике. Сегодня мы здесь не техник пока, нам на нее откровенно наплевать. А это вот на вопрос отвечаем. Он не павелик по-контре на технике. Мы здесь для того, чтобы объяснить, как нужно играть вместе. Вопросы к арсисту задавайте с басом и басом. Как же можно играть вместе с басом и басом? Если есть басом и басом, то есть басом и басом. Это как в футболе футболе. Есть футболе и футболе. Есть футболе и футболе. Мы соним на футболе. В первую очередь, скажем, что бас и ударное – это сердце музыки. Как в футболе есть нападающие. Есть защита, барона. Вот моя защита и барона. Как я делаю ритмическую функцию, как вы играете вместе с басом и басом. Тик-тик-тик-тик-тик-тик. Итак, для того, чтобы играть вместе, у нас есть четыре элемента. Несколько элементов. Несколько элементов. И на басе, это часть... Не так. Добавляйте этот микрофон. Давайте это там и кто будет говорить. Не нравится этот микрофон. Или такой. Да. Как я не знаю, если. Да. Так что, в принципе, мы в этом году, мы получили один тэм, и мы попали ритмик. Он имеет ритмику, который там есть, он делает только его грофон. И я, как басист, для того, чтобы вывести ноты на ритмике. Хорошо. Ну, тогда начнем так. Таким образом, в общем есть ударная установка, она там из нескольких элементов стоит, об этом еще скажем, значит, это ответ на вопрос как играть вместе, басу и ударная. Соответственно, ударная, это ритм, разные там рисунки, да, а я, как басист, должен на это составить и положить удачную мелодию. Да, соответственно, мы оба знаем какая мелодия и когда она закончится. И когда заканчивается мелодия, вот искать количество тактов, да, квадрата и условного размера, мы начинаем, в общем, рапликаться. И мы ориентируемся именно по мелодии, то есть исходя из мелодии мы знаем когда и что мы играем. Это что мы называем «экутер инстинктив». И когда мы играем вместе, самое главное, то, как мы передаем друг другу вот это ощущение, да, ну, условно, коммуникацию, да, информацию, но здесь дело больше. То есть, вот идет взгляд, и как они друг друга слушают, как мы друг друга слушаем, если от первого цвета приводить. Играет значение абсолютно все. Без вот этого контакта играть вместе невозможно. Играет значение, что это очень важно, как я говорил, это очень важно. И что еще важно, вот эта инстинктивная игра вместе, то есть чувствовать, вот, да, на уровне уже инстинкта своего партнера. Например, я никогда не учился играть на ударных в какой-нибудь школе или в каком-то заведении. Я все выучил и учился только так, как раз инстинктивно. Играет значение. Я просто старался играть, старался, ну, поскольку мне приходилось играть, я старался подражать, и это очень не открыло вообще уши, и... Ну, конечно, как ты научился. Подражали как раз? У меня нет техники пианиста, то есть я умею играть, но без техники, я никого не подражаю, но конечно эти пианисты меня повлияли, но в данном случае я технически не пианист. Так же, он играет, он может трогать какие-то клавиши, какая-то музыка появляется, он знает что это за музыка, он совершенно не представляет что именно он нажимает, но продукт, результат того, что он делает, это именно музыка. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Спасибо. 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 Можно вопрос? Может быть у них есть какие-то свои упражнения, которые когда бы им давно помогли выработать свой слаб, свое время? Подписывайтесь на наш канал. Да, по фразам будем переводить. Мы играли на многочисленных вечеринках, на балах, условно говоря, и когда есть опыт этой игры, музыки для танцев, то мы использовали фактически любые жанры. Это первый этап, когда ты учишься играть много и разное. А второй момент, это то, что когда вот этот опыт набирается, то он начинает стараться играть не так, как остальные. Стараться найти свою идентичность и отличаться, чтобы не делать то же самое, что и остальные. И вот это позволило накопить не то чтобы технику, да, а сколько вот чувство музыки, вот, просто умение ее слышать и играть. Как это значит метроном? Метроном. 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 Я считаю, что надо играть музыку, а музыка – это всегда с кем-то, то есть басиста, с кем-то. Поэтому я никогда не пользуюсь метрономом, не играю с метрономом. Апатитом, когда мы в одном оркестре, мы выбираем один дампо, что это «рапид», «мойен» или «машин», мы должны «тенять» на этом. Это для того, чтобы мы договариваемся, в каком темпе мы будем работать. Каком-то, 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 быстрый, медленный, неважно какой. И начиная, вот с момента ваш понимание, мы будем уже играть и детьми, все же там. А вы можете здесь или вы здесь? Это как-то. Вместе. 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 Только это зависит от необходимости конкретного произведения. Если у нас есть отрывок, где мы ускоряемся, то есть, если я правильно понял Ваши вопросы, он был насчет уметь ли держать ритм и сам. Я так понимаю, что непроизвольно все всегда получается. То есть, нет такого, что ритм теряют. Только если есть необходимость, тогда мы ускоряемся. Или там замедляем. Вот что он может сказать молодым барабанчикам? Вот что посоветует молодым барабанчикам и молодым ботистам? Вот что повысит уровень? Если он не знает, как музыканты в Европе играют, да? Здесь мы, там, не знаю. Мы в Франции не берем, потому что они другие. А вот как повысит уровень? Он говорит, что он преподает, да? Для молодых, да? Для молодых. Да, 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 да. что, в общем, первый совет от Бака был, что, конечно же, никогда нельзя ударник ускоряться, и это нельзя делать. И уточнение последовало, что, а что же делать, если это происходит, ну, случайно, да, не зависит от воли, там, не получается. Ответ Бака был в том, что, скорее всего, это какая-то психологическая проблема у ударника. Как он решит этот проблем с психологией? Ну, совет такой, не трогай другие вещи, оставаться и играть, продолжать играть ту же вещь, пока она не получится. Не обязательно себя насилуя, или, там, что-то себя нагружая больше, а именно, там, как-то не торопясь, да, освоить именно этот нужный этап. И не нужно никакой агрессии, наверное, это больше относится к преподаванию, то есть не нужно, чтобы ударник, да, обрабачивший себя чувствовал как под прессингом. И нужно, конечно, иметь внутри чувство танца, нужно уметь танцевать, дословно. То есть, я спросил в прямом смысле этого слова удар, в прямом смысле этого слова музыка, это танец. Спасибо. 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 Спасибо.